В ближайшие 5 секунд появится совет известного французского математика, в котором мы воспользуемся, чтобы осилить задачки на совместную работу. Понимание, кстати говоря, должно прийти уже сейчас, в ближайшие 5 минут. Итак, поехали. Задачи на совместную работу – это почти как задачки на движение, только чуть-чуть повеселей. Мы будем использовать те же самые термины и даже обозначения. Теперь о теории. Время запросто можно найти как частное пути и скорости. Вот и все. Хватит теории, давайте вчитываться в условия задачи и думать. Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, другой за 6 часов. За сколько часов выполнит заказ, оба мастера работая вместе? Итак, представьте, что нашим работягам предстоит починить 12 телевизоров. Пока я их рисую, подумайте, сколько им удастся исправить за 1 час. Если первому нужно 12 часов, чтобы управиться со всей дюжиной телевизоров, значит за час он починит 1 телевизор, например, вот этот. Дальше. Второй пошустрее и за то же время он наладит 2 телевизора. Итак, в первый час у нас загорелись 3 экрана. Что произойдет дальше? Да понятно. Точно так же первый починит 1 телевизор, а второй 2 телевизора. В итоге за 2 часа 6 телевизоров на радость с обладателем показывают первый канал, ясное дело. Еще через час заработают 3 новых телевизора. И, наконец, последний час заработают все телевизоры. То есть за 1, 2, 3, 4 часа мастера управятся заказом. То есть ответ получен, можно хлопать в ладоши, но стоит также понять, как оформить наше решение. Объем работы в задаче не был указан, и мы приняли его за что? За единицу? Нет, мы взяли его за 12. Это были телевизоры. Время было дано по условию задачи. Скорости мы находили как частное, пути и времени. Получили 1 телевизор в час и 2 телевизора в час соответственно. Наконец, ответ мы нашли, понимая тот факт, что заказ они делают один и тот же, то есть помогают друг другу. 12 телевизоров мы делили на сумму скоростей. Так и вышел ответ 4. Теперь чуть-чуть усложним задачу. Вот условия. Винни-Пух съедает горшочек меда за 3 минуты, Пятачок за 8 минут, а Ослика за 24. За сколько минут они съедят горшочек меда втроем? За что прямой объем работы, если можно это так назвать? За 24. Это то, что делится и на 3, и на 8, и на 24 без остатка. Представьте, например, что это столовые ложки меда, которые предстоит съесть нашим персонажем. Подумайте, что произойдет в первую минуту. Винни-Пух за 3 минуты съедает все 24 столовые ложки меда, получается за 1 минуту 8 ложек. Вот я их стер. Дальше Пятачок уплетает, съедает 3 ложки меда. Наконец, Ослика кушает думчиво, съедает 1 столовую ложку меда. Все это произошло за 1 минуту. И здесь не надо быть семи пядей во лбу, дабы понять, что через 2 минуты меда не будет вовсе. То есть ответ в этой задачи 2, можем хлопать в ладоши, но после этого обязательно стоит задуматься, как мы все это решили. Во-первых, объем работы мы приняли за 24, и это были столовые ложки меда. Время было дано по условию задачи для каждого персонажа по отдельности. Зная все это, достаточно легко найти скорости. Обратите внимание на единицы измерения. Время у нас выражается в минутах, а скорости – это столовые ложки меда в минуту. Ответ мы получили вот как. Они уплетают мед все втроем, поэтому мы делили наш путь, 24 столовые ложки меда, на сумму скоростей. Получили 24 на 12, то есть 2 минуты. Ну что, если это понятно, молодцы. Осталась последняя задача, на мой взгляд, самая приличная. Поехали. Игорь и Паша красят забор за 12 часов, Паша и Володя красят этот же забор за 15 часов, а Володя и Игорь за 20. За какое время мальчики покрасят забор, работая втроем? Представьте себе забор длиной 60 метров. 60, будучи наименьшим общим кратным, делится и на 12, и на 15, и на 20. Наши браво ребята красят этот забор. Время. Вновь было дано по условию задачи. А коли так, то за переменной возьмем скорости мальчуганов по отдельности. И посмотрите, какие простые уравнения получаются по условию задачи. Особенно если путь мы выбрали не за единицу, а за 60. Решать системку не стоит в лоб, то есть находить x, y или z. Лучше найдите их сумму. Вот этой забанной жестикуляции я подсказываю путь. Нужно сложить все три уравнения системы. Тогда слева получится 2x плюс 2y плюс 2z. Справа получится 5 плюс 4 плюс 3, то есть 12. И можно найти будет сумму x, y и z, она рана 6. Ответ можно получить как частное, 60 и 6. По моим подсчетам будет 10. Надеюсь, что по вашим тоже. Если вдруг что-то непонятно, напрягитесь своей ментальной способности и пересмотрите видео. А если вы хотите закрепить успех, чего я очень советую, просто решите задачки, которые находятся в описании к этому ролику. Мыслите критически, занимайтесь математикой. Счастливо!